Лишённые совести. Пугающий мир психопатов. Автор Роберт Д. Хайер. Глава третья. Психопатический профиль. Эмоциональные и межличностные особенности. Продолжение. Страница 32. Отсутствие эмпатии. Многие черты психопатов – эгоцентричность, отсутствие сожаления, поверхностность эмоций, коварство – часто дополняются полным отсутствием эмпатии. В скобках – неспособность представить состояние и чувство другого человека. Они не могут войти в чьё-то положение. Чувство других людей, психопатов, не волнует. В какой-то степени они напоминают бездушных андроидов, персонажей научной фантастики, которым не дано испытывать то, что чувствует живой человек. Один насильник, набравший высокие баллы по контрольному переченю признаков психопатии, заметил, что ему трудно сочувствовать своим жертвам. Они напуганы. Тогда, знаете ли, я их не понимаю. Мне тоже бывало страшно. Но для меня это не было чем-то неприятным. Закрываются кавычки. Психопаты относятся к окружающим как к средству удовлетворения своих желаний и потребностей. Слабые и ранимые, над которыми психопаты чаще издеваются, чем жалеют их любимые жертвы. Открываются кавычки. Во вселенной психопатов нет такого понятия, как просто слабый, пишет психолог Роберт Риббер. По их мнению, кто слаб, тот и глуп. То есть сам напрашивается на то, чтобы его использовали. Закрываются кавычки. Открываются кавычки. О да, ему ужасно не повезло. Огрызнулся молодой заключенный, рассказывая о смерти парня, которого он зарезал во время стычки двух банд. «Даже не пытайтесь внушить мне эту чепуху. Маленький мерзавец получил то, чего заслуживал. Поэтому мне его не жаль. Как видите, он махнул в сторону следователей. У меня теперь свои проблемы». Закрываются кавычки. Чтобы выжить, в скобках, как физически, так и душевно, некоторым нормальным индивидам приходится вырабатывать определенную нечувствительность по отношению к отдельным категориям людей. Открывается скобка. Так, например, если врач будет слишком эмпатичен по отношению к своим пациентам, его вскоре переполнят эмоции, и эффективность его работы снизится. Закрываются скобки. Их нечувствительность проявляется только по отношению к отдельной целевой группе. По тому же принципу солдат, мафиози и террористов тренируют весьма эффективно, как снова и снова подтверждать жизнь. Чтобы они считали врага бездушным предметом, а не живым человеком. Но психопаты демонстрируют общее отсутствие эмпатии. Они безразличны к правам и страданиям как близких, так и посторонних. Если они и поддерживают отношения с супругом, супругой или детьми, то только потому что считают их своей собственностью, вроде магнитофона или автомобиля. Вообще состояние салона автомобиля беспокоит некоторых психопатов больше, чем состояние души их «любимых». Одна женщина разрешила своему любовнику поприставать к своей пятилетней дочери, потому что, открываются кавычки, «Он истощил меня. В тот вечер я уже была не в силах заниматься сексом». Закрываются кавычки. Позже она не могла понять, почему власти лишили ее родительских прав. «Открываются кавычки». «Она принадлежит мне. Ее жизнь — это мое дело». Закрываются кавычки. Все же она не слишком протестовала. Лишенная на время слушания дела автомобиля, она куда настойчивее требовала компенсации за проезд в общественном транспорте. Из-за неспособности сочувствовать некоторые психопаты совершают поступки, которые нормальным людям кажутся не только ужасными, но и непостижимыми. Они, например, могут пытать или калечить жертву с тем же чувством, с которым мы разделываем индейку на день благодарения. Однако очень редкие психопаты совершают подобные преступления. Их бессердичие обычно проявляется в менее драматичной, в скобках, но не менее разрушительной форме. Сюда относится паразитизм, кормящийся чужой собственностью, сбережениями и чувством собственного достоинства, агрессивные действия, направленные на достижение желаемого, пренебрежение физическим и эмоциональным благополучием родственников, участие в бесконечных, случайных, безликих и банальных сексуальных отношениях и так далее. Сейчас Коне 15 лет, и она парит между детством и взрослой жизнью. Окунаясь то в одно, то в другое состояние. Она еще девственница, но жизнь ее уже подстроена под ее расцветающую сексуальность. В один жаркий день, когда семья оставляет ее дома, одну, в дом приходит незнакомец, который говорит, что уже давно следит за ней. Открываются кавычки. «Я твой любовник, дорогая», — говорит он ей. «Ты еще не знаешь, что это такое, но скоро узнаешь. Я знаю о тебе все. Я расскажу тебе об этом. В первый раз я всегда добрый. В первый раз я буду держать тебя так крепко, что у тебя не возникнет и мысли о том, чтобы уйти или на что-то надеяться, потому что ты будешь знать, что не сможешь этого сделать. Я войду в тебя и узнаю все, все твои секреты. И ты сдашься и полюбишь меня. Я звоню в полицию». С его языка сорвалось короткое проклятие, якобы дорисованное не ей. Но даже оно зазвучало натянуто. Затем он снова попытался улыбнуться. Она следила за тем, как его губы искривились в гримасе, напоминавшей улыбку. Все его лицо с ужасом, подумала она, напоминало маску, опускающуюся до самой шеи. Открываются кавычки. «Слушай, дорогая, мы сейчас выходим и уезжаем. Это будет отличная поездка. Если нет, мы ждем, пока твои родители придут домой, и тогда ты увидишь, что я с ними сделаю. Моя маленькая голубоглазая девочка». Закрываются кавычки. «Нараспев сказал он, хотя это не имело никакого отношения к ее карим-глазам». «Джойс Кэррол Уоттс». «Where are you going?» «Where have you been?» «Куда ты идешь?» «Где ты была?» «Коварство и склонность к манипулированию окружающими». Ложь, коварство и манипуляция – естественные таланты психопатов. Со всем своим воображением и эгоцентричностью психопаты кажутся удивительно равнодушными к вероятности или даже неизбежности быть разоблаченными. Пойманные на лжи или поставленные в затруднительное положение правдой, они очень редко смущаются или запутываются. Они просто меняют тему или пробуют перекроить факты так, чтобы они подтверждали их ложь. Результат – серия противоречащих друг другу утверждений, избитый с толку слушатель. Мотивацией для большей части ложных заявлений служит то, что психолог Пол Экман назвал «восторгом недонадувательства». «Я очень чувствительный человек. Я не могла не влюбиться в этих детей», – заявила Дженнин Джоуз, «Осужденная за убийство двух и подозреваемая в смерти боли десятка младенцев». Работая медсестрой в одной из больниц Сан-Антонио, она вводила новорожденным опасные для жизни дозы лекарственных препаратов, чтобы выставить себя героем, вырвавшим ребенка «из когтей смерти». Ее, в кавычках, «очаровательная внешность», впечатление абсолютной уверенности в себе и подкупающая манера поведения наряду с внушающим доверие белым халатом, позволяли ей продолжать творить свои темные делишки, несмотря на то, что многие подозревали в смерти младенцев именно ее. В разговоре с писателем Питером Элькиндом Джоуз жаловалось на то, что ее, открываются кавычки, сделали козлом отпущение из-за ее несносности. Закрываются кавычки, открываются кавычки. «Мой язык втянул меня в это дело», — сухмылкой сказала она. «Он же и вытянет меня из него», — закрываются кавычки. «Как и все психопаты, она показала отменную способность манипулировать правдой во имя своего блага». «Открываются кавычки». «К концу беседы», — писал Элькинд, — «она завершила рассказ о своей жизни. Он очень сильно отличался от того, что я слышал от десятков людей, знавших ее». Слова Дженнин не совпадали с реальностью не только в отношении ее вины, но и в отношении тысячи мелких и незначительных деталей, которые она раздувала до огромных размеров. Они противоречили не только чужим воспоминаниям и нескольким томам дела, но и тому, что она сама рассказывала мне четырьмя годами ранее. «Границы между правдой и вымыслом, добром и злом, правильным и неправильным, для нее не существовало». Закрываются кавычки. Элькинд, «The Death Shift» — «Смертельная смена». Психопаты, кажется, гордятся своим умением лгать. Когда одну женщину, получившую высокие баллы по контрольному переченю признаков психопатии, спросили, легко ли ей врать, она засмеялась и сказала, открываются кавычки, «Да я вру лучше всех. По-моему, так получается, потому что иногда я говорю о себе что-то плохое. И все думают, что раз я отзываюсь так о себе, то не могу врать о других». Закрываются кавычки. Она сказала, что «иногда» в кавычках «обогащала рудник самородком правды». Открываются кавычки. «Если человек считает часть сказанного правдой, он обычно верит всему». Закрываются кавычки. У многих наблюдателей создаётся впечатление, что психопаты иногда не осознают того, что они лгут. Слова как бы начинают свою жизнь. Жизнь, свободную от оков знания, говорящего об осведомлённости слушателя. Равнодушие психопата к возможности быть пойманным на лжи просто невероятно. Оно заставляет задуматься, здравым ли он рассудке. И всё же очень часто слушатель принимает ложь за правду. На семинарах, которые мы проводим для специалистов в области психического здоровья и для работников судебных органов, посетители часто удивляются, когда узнают послужной список тех заключённых, интервью с которыми мы им показываем. Вот пример 24-летний заключённый с приятной внешностью и хорошо подвешенным языком заявляет о многомиллионных планах после выхода на свободу и о кладезе своих доселе нераскрытых талантов. Быстро и убедительно он перечисляет следующие факты. Первое. Ушёл из дому 8 лет. Второе. Начал летать в 11 лет. Получил права пилота в 15. Третье. Пилотировал двухмоторный гражданский самолёт с полным навигационным оборудованием. Четвёртое. Жил в 9 разных странах на 4 континентах. Пятое. Был управляющим многократного дома. Шестое. Владел фирмой, которая занималась кровельными работами. Седьмое. Один год управлял ранчо. Восьмое. Шесть месяцев работал пожарным. Девятое. Два года провёл в береговой охране. Девятое. Десятое. Был капитаном корабля. И одиннадцатое. Четыре месяца проработал глубоководным ныряльщиком. Ему уже четыре раза отказали в досрочном освобождении. Но он всё ещё строит грандиозные планы. Начать стройку. Сдавать в аренду жилплощадь на время от отпусков. Получить права лётчика гражданской авиации. И так далее. Он собирается жить со своими родителями, которых, по его словам, не видел уже 17 лет. У пройденных психологических тестов он говорит. Открываются кавычки. Я побил всех по результатам IQ. И прошёл все тесты с мелькающими цветами. Мне сказали, что у меня очень развитый интеллект. Закрываются кавычки. Неудивительно, что мы прозвали его в кавычках «язык с моторчиком». Его философия. Открываются кавычки. «Если ты брось их достаточно грязи, что-то смотри и прилипнет». Закрываются кавычки. Кажется, этот принцип работает потому, что заключённому удаётся убедить в своей искренности даже самых искушённых слушателей. Например, в записях одного интервьюера я видел такие замечания. «Производит сильное впечатление». Искренен и открыт. Обладает хорошими навыками межличностных отношений. Чётко выражает свои мысли. Прочитав дело заключённого, интервьюер понял, что ничего из этого, что он услышал, не было правдой. Излишне говорить, что этот психопат показал очень высокие результаты по контрольному перечню признаков психопатии. Учитывая болтливость психопатов и их умение лгать, неудивительно, что они успешно надувают, обманывают, морочат голову и, в кавычках, обувают окружающих и манипулируют ими, не страдая при этом ни малейшими угрызениями совести. Нередко они открыто называют себя мошенниками, жуликами и обманщиками. Слова психопатов часто подтверждают их веру в то, что мир делится на, в кавычках, тех, кто даёт и тех, кто берёт. Хищников и добычу. И что было бы очень глупо не использовать в своих целях чужие слабости. А в последнем они действительно сильны. Открываются кавычки. Мне нравится обманывать других. Сейчас я обманываю вас. Закрываются кавычки, заявил один заключённый, 45-летний мужчина, отбывающий свой первый тюремный срок за биржевое мошенничество. Некоторые действия психопаты тщательно продумывают и прорабатывают, однако в большинстве своём их поступки достаточно просты. Одновременно одурачить нескольких женщин, уговорить родственников и друзей дать денег на то, чтобы выйти из трудного положения и так далее. Каким бы ни был план, он всегда приводится в исполнении дерзко, самоуверенно и хладнокровно. Открываются кавычки. «Ох, эти семидесятые!» вспоминал в прошлое один общественный деятель, который дал интервью специально для этой книги. Я руководил Центром реабилитации бывших мошенников и без преувеличения разрывался на части, чтобы успеть проконсультировать этих парней, найти им работу и раздобыть денег на существование организации. Один из них вёл себя так, как подобает лучшему другу. Мне он нравился. Иногда он производил впечатление робкого парня, а затем взял и обчистил нас, причём не один раз, а дважды. Он вынес всё, что у нас было — пищущие машинки, мебель, еду, офисные принадлежности. После первого раза ему каким-то образом удалось убедить меня в том, что ему очень стыдно за свой поступок. Где-то через месяц он подделал чек и опустошил наш банковский счёт. Он исчез, и на этом моему благому начинанию пришёл конец. Я стоял в банке, сжимал в руке несколько извещений о превышении кредита, и что-то невнятно объяснял. Этот случай я и сейчас вспоминаю с раздражением. Меня ведь не так-то просто провести. Мне приходилось сталкиваться с крутыми парнями, и я думал, что знаю, как с ними обходиться. Я не мог поверить, что меня так легко обвели вокруг пальца, но уже через пару недель мне пришлось искать себе новую работу. Способность обманывать и друзей, и врагов позволяет психопатам сохранять в тайне мошенничество, хищение и своё инкогнито, сбывать фальшивые ценные бумаги и ничего, не стоящую собственность, совершать обманные действия всех цветов и мастей. Один заключённый рассказал нам, как однажды прогуливался по порту и заметил молодую парочку, посматривающую на большую парусную шлюпку с надписью «Продаётся на борту». Он подошёл к паре, вежливо представился владельцем судена. Открывается скобка, открываются кавычки. «Вышу им отборную лапшу на уши», сказал он, закрывается скобка, и пригласил их подняться на борт для осмотра. Проведя час на шлюпке, молодые люди выразили готовность её купить. Обсудив условия соглашения, они договорились встретиться в банке на следующий день, и он попросил полторы тысячи долларов за датка в качестве гарантии сделки. После дружеского прощания он обналичил полученный чек, и больше они его не видели. Открываются кавычки. «Деньги растут на деревьях», заявила женщина-психопатка с богатым опытом мошенничества и краж. «Говорят, что это не так, но я иногда иного мнения. Я не хочу портить другим жизнь, но ведь это так просто», закрываются кавычки. Психопатам-заключённым нередко удаётся использовать в своих целях исправительные учреждения. Чтобы получить досрочное освобождение, они стремятся создать положительное впечатление. Они посещают разные занятия, курсы, участвуют в программах избавления от алкогольной и наркотической зависимости, примыкают к религиозным группам и сектам, берут на вооружение любую реабилитационную причуду не для того, чтобы действительно исправиться, а для того, чтобы только показать это. Например, в «перерождении» опытного манипулятора нет ничего странного. Так он не только убеждает комиссию по условно-досрочному освобождению в своём искреннем стремлении встать на путь истины, но и заручается поддержкой в скобках и материальными благами, исполненной добрых намерений верующей общины. А сегодня, когда теория, в кавычках, «круговорота насилия» стала общепринятой, многие психопаты с большой охотой винят в своих грехах и проблемах жестокое обращение с ними в детстве, хотя их заявление трудно проверить. Недостатка в доброжелателях готовых поверить им на слово нет и наверняка не будет. Рассмотрим следующий вопрос. Как склонить человека сделать то, что вы хотите? Расширим его. Как сделать это, если ваше желание идёт в разрез со всем тем, что является его сутью и олицетворяет то, что он считает неправильным, опасным, немыслимым? Открывается скобка. Например, сесть в машину с незнакомым водителем, особенно если этот человек – молодая, красивая женщина. Тед Банди, возможно, самый видный и известный серийный убийца в США. Открываются скобки. В 1989 году был казнён за жестокие убийства молодых женщин. Закрывается скобка. Должен был тщательно изучить этот вопрос. Он должен был использовать всю силу своей наблюдательности, которая была отточена полученными в колледже знаниями по психологии. Он должен был докопаться до причин человеческой слабости и уязвимости. Здесь ему помогло время, проведённое в кресле консультанта телефона доверия. Мы не можем точно сказать, что произошло с Тедом, когда он начал завлекать своих жертв в машину и увозить их к месту казни. Однако на основании его действий мы можем предположить, что изложенная выше гипотеза верна. Он испробовал много вариаций на тему преступления, чтобы довести его до совершенства. Тед Банди купил себе пару костылей и даже наложил себе на ногу гипс. Так, будучи временно, в кавычках, нетрудоспособным, он обращался за помощью к симпатичным молодым женщинам, которые, возможно, обошли бы его десятой дорогой, не будь его нога, в кавычках, сломана. Банди периодически менял декорации. Иногда у него была перевязана рука, и жертву он находил на шумной улице. Иногда со сломанной ногой искал женщин в зоне отдыха и с их помощью добирался до автомобиля. В скобках, в кавычках, немного вниз по дороге. Таким ужасным развлечением Тед выражал свою гениальность. Иногда его постигала неудача, и женщина отказывалась сопровождать его. Но, как написала Энн Рулл в своей книге «The stranger beside me» «Не знакомится рядом со мной», уловки Теда часто срабатывали. Книга Рулл – это исследование высококлассного умения Банди своей прям приятной внешностью и обаянием завоевывать доверие женщин. По удивительной случайности, Эрл и Банди несколько лет работали в одну и ту же смену на телефоне доверия. Затем ее пригласили документировать сведения по делу тогда еще неизвестного серийного убийцы женщин. С увеличением количества убийств росли и подозрения Рулл. Но, чтобы выйти на поверхность, они должны были продраться через воспоминания о привлекательной и, в скобках, что видно из ее книги, сексуальной внешности Банди, сидящего во время ночной смены как раз напротив нее. После того, как Рулл стала автором книг-бестселлеров о преступном мире, это необычное совпадение дало ей возможность показать власть Банди над другими изнутри. Результат – необычная и немного зловещая книга о психопатии, который на вопрос о том, заслуживает ли он смерти, ответил. Открываются кавычки. Хороший вопрос. Думаю, общество должно быть защищено от меня и мне подобных. Закрываются кавычки. Следующий признак психопатов, характеристика психопатов – поверхность эмоций. Открываются кавычки. Я самый хладнокровный сукин сын, которого вам когда-либо приходилось встречать. Закрываются кавычки. И Тед Банди заявил это полицейским, сопровождавшим его во время последнего задержания. Психопаты страдают скудостью чувств. То есть им доступна только сильно ограниченная гамма эмоций. Несмотря на иногда кажущуюся холодность и бесчувственность, психопаты склонны проявлять свои эмоции в драматичной, хотя и кратковременной форме. У внимательных наблюдателей создается впечатление, что они просто играют роль. Психопаты могут утверждать, что их иногда переполняют сильные чувства, однако при этом они не в состоянии описать тонкости различных эмоциональных состояний. Они, например, приравнивают сексуальное влечение к любви, разочарование к грусти, раздраженность к гневу. Открываются кавычки. Я верю только в ненависть, гнев, похоть и жадность. Закрываются кавычки, заявил Ричард Рамирес, прозванный ночным ловцом. Замечания, подобные тем, что сделала Дайен Даунс, застрелившая своих троих маленьких детей, заставляют нас задуматься об их уместности вообще и о характере, лежащих в их основе чувств частности. Спустя годы после вынесения приговора Даунс все еще настаивает на том, что в детей и не ее саму стрелял, открываются кавычки, незнакомец с растрепанными волосами, закрываются кавычки. По поводу того, что ей удалось выжить, открывается скобка, суд присяженных признал, что она сама выстрелила себе в руку, закрывается скобка. Даунс отзывается следующим образом. Все говорят, открываются кавычки, тебе ужасно повезло. Лично я так не считаю. Почти два месяца у меня не получалось зашнуровывать свои проклятые ботинки. Мне все еще больно. У меня в руке стальная пластина, и снимут ее только через полтора года. Шрам останется на всю жизнь. Хочу я или нет, но я буду помнить тот вечер до конца своих дней. Я не думаю, что мне сильно повезло. Моим детям повезло куда больше. Если бы он попал в меня так, как в них, мы бы все были сейчас мертвы. Очевидное отсутствие у психопатов нормальной эмоциональной палитры заставило психологов Джо Ха Джонса и Ха Ка Куэй сказать, что они знают слова, но не знают мелодии. Например, Джек Эббот в своей противоречивой книге о ненависти, насилии и причинах антисоциального поведения сделал разоблачающее его замечание. Открываются кавычки. О многих чувствах я узнаю только с чужих слов, из книг и своего незрелого воображения. Я могу представить, что ощущаю их, в скобках, потому что знаю, что они из себя представляют. Закрывается скобка. Но прочувствовать их я не могу. В 37 лет я ощущаю себя не по годам развитым ребёнком. Меня обуревают те же страсти, что и малолетнего мальчика. Закрываются кавычки. Многие медики высказывают точку зрения, что эмоции психопатов настолько поверхностны, что напоминают протоэмоции. Примитивный отклик организма на непосредственные нужды. Открывается скобка. Я расскажу о самых последних открытиях в этой области в следующей главе. В следующих главах закрывается скобка. К примеру, один из психопатов, принявших участие в нашем исследовании, открывается скобка, 28-летний мордоворот, когда-то работающий у ростовщика, закрывается скобка, сказал о своей работе следующее. Открываются кавычки. Скажи мне, нужно было выбить из должника деньги. Для этого я в первую очередь заставлял себя разозлиться. Закрываются кавычки. На вопрос о том, отличается ли этот гнев от того, что он чувствует, когда его оскорбляют или пытаются использовать, он ответил. Открываются кавычки. Нет, это абсолютно то же самое. Это запрограммировано во мне. Я могу разозлиться прямо сейчас. Я без труда завожусь и остываю. Закрываются кавычки. Другой психопат заявил, что не совсем понимает, что остальные подразумевают под словом страх. Открываются кавычки. Когда я грабил банки, я замечал, что кассиры начинают трястись или лишаются дара речи. Она так вообще обливала все деньги. Должно быть, ей было очень плохо, но я не знаю, почему. Если бы кто-то направил на меня пистолет, я бы, наверное, тоже испугался, но меня бы уж точно не стошнило. Закрываются кавычки. На вопрос о том, что он мог бы испытывать подобной ситуации, он давал ответы, не имеющие ничего общего с телесными ощущениями. Он говорил что-то вроде «Я бы отдал вам деньги, я бы придумал какой-то способ обхитрить вас, я бы постарался спасти свою задницу». Когда его спросили, что он все-таки мог бы испытывать, а не думал или делал, психопат не смог дать разумительного ответа. На вопрос колотилось ли когда-либо у него сердце или схватывало желудок, он ответил, открываются кавычки, «Конечно, я же не робот. Когда я занимаюсь сексом или попадаю в драку, мое сердце прямо выскакивает из груди?» Закрываются кавычки. Лабораторные исследования, приведенные с использованием самописцев, показали, что у психопатов нет физиологических изменений, которые обычно сопровождают чувство страха. Значение этого открытия в том, что для большинства из нас страх, вызванный угрозой возможной боли или наказания, является неприятным чувством и мощным фактором мотивации поведения. Страх заставляет нас что-то делать. В скобках и в кавычках «сделай это» или пожалеешь. Или не делать в скобках и в кавычках «сделай это» и пожалеешь. В любом случае именно эмоциональное осознание последствий подталкивает нас нас к тем или иным действиям. Но с психопатами всё по-другому. Они с радостью берутся за дело, хотя и знают, чем это может для них обернуться. По большому счёту, им просто на всё наплевать. Открываются кавычки. Несмотря на социальный статус, это один из самых опасных социопатов, которых мне когда-либо приходилось видеть. Закрываются кавычки. Заявил судья Верховного суда после вынесения приговора 37-летнему адвокату из Сан-Хосе Норману Расселу Сенборгу за жестокое убийство одной из клиенток, последовавшие за присвоением денег убитой. Третья жена Нормана Терри, которая в начале покрывала его позже, рассказала, что когда она впервые его увидела, он показался ей приятным, общительным и невероятно обаятельным парнем. она также заметила, открываются кавычки, с самого начала Рассел рассказывал об эмоциональном эмоциональном вакууме неспособности чувствовать то, что чувствуют другие. он он не знал когда нужно плакать и когда радоваться. Закрываются кавычки. Терри добавила что открываются кавычки. Его эмоциональная жизнь была раскрашена цифрами. Закрываются кавычки. И что открываются кавычки. Он читал книги по психологии, чтобы научиться правильно реагировать на повседневные события. Закрываются кавычки. Когда их брак начал распадаться, Рассел попытался убедить свою жену в том, что она помешалась. Открываются кавычки. На приемах у психолога я всегда нервничала, рассказывала она. Рассел же был спокоен, любезен и разумен. Он обычно поворачивался к врачу и говорил «Посмотрите, кого мне приходится терпеть!» Закрываются кавычки. Я не выдерживала и кричала «Это не я, это он сумасшедший!» но симпатии психолога были на стороне Рассела, поэтому он говорил, что мы не сможем жить вместе, если я буду всю вину перекладывать на мужа». Закрываются кавычки. Позже Рассел разработал несколько сценариев решение проблемы с женой и записал их на клочке бумаги. В кавычках «Ничего не делать», в кавычках «Подать бумаги на развод», в кавычках «Забрать девочек без убийства», в кавычках «Забрать девочек для убийства». В кавычках «Убить девочек» и Джастин. Офицер по условному освобождению высказал мнение, что этот список изобличает человека, который способен размыхлять над убийством собственных детей так же отстранённо, как над выбором полиса для страхования автомобиля. Это список бездушного человека. Закрываются кавычки. Что касается убийства Филлис Уайльд, жена Рассела сказала следующее. Открываются кавычки. «Я видела его через несколько часов после того, как он забил её до смерти. В его поведении не было ничего, что могло бы его выдать. Я не видела ни страха, ни сожаления. ничего». «Закрываются кавычки». В своём обращении к суду Терри просила судью. «Открываются кавычки». «Пожалуйста, разглядите животное, которое сидит в нём. Не обращайте внимания на создаваемое им впечатление социально приемлемой личности». Закрываются кавычки. «Она выразила страх, что он со временем разыщет её». Открываются кавычки. «Я знаю, что будет. Он будет образцово себя вести и сделает так, что и заключённые, и ответственные лица полюбят его. В конце концов, его передадут в заведение с минимальной изоляцией, и он сбежит». Закрываются кавычки. Из статьи Райдера Макдауэла «Имидж» 26 января января 1992 года. Для большинства из нас страх и опасения связаны с различными неприятными физическими ощущениями, потением ладоней, учащением сердцебиения, сухостью во рту, напряжением мысль или слабостью в теле, дрожью и коликами в желудке. Мы часто упоминаем их, когда описываем пережитое чувство страха. Открываются кавычки. «Я был горле» пересох и т.д. Психопаты не считают эти ощущения показателями страха. Они переживают страх, как и большинство других чувств. Поверхностно, на уровне сознания и без той физиологической окраски, которая большинству из нас неприятна и от которой мы хотели бы себя уберечь. кавычки. Кавычки.